снег лежит смотрите сколько навалило я вчера приехала на дачу а тут снега сейчас вышла покажу я полезу на чердак покажу вам как там второй этаж выглядит уже сентябрь октябрь ноябрь все топим ну электричеством пионами три пиона 1000 1300 800 ватт ну едва стоят на подмогу я если что конвектора включаем на маленькую мощность чтобы в дальних углах замерзали комнаты на мизерную температуру просто что было уютнее дома 24 с половиной градуса я люблю когда вот такая температура между двадцати тремя и 25 кое-что я не законопатила теперь вот надо законопатить показываю вот он второй этаж он пока законсервированность то что здесь еще не утеплено поэтому только первый этаж эксплуатируется а вот тут вот видите это в лапу называется я уже не помню как называется вот здесь вот я все делала все чутенько все сделано а вот это собиралась заделать как-нибудь когда будет время ну и забыла на тут полезли посмотреть эти все сухо все сухо и только вот в одном месте где почему проходит воздух чтобы понятным причинам он проходит абсолютно там бревна же из профилированного бруса этот профиль но все равно где-то естественно пропускает это нормально ну и что происходит происходит то что он находит местечки проникает уже теплый и потом здесь вот смотрите вот здесь вот он под разным разом туда если заглянуть видите как далеко уходит туда вот отвертка полностью уходит то есть все туда надо забивать я это уже делала в другом месте поэтому ничего страшного нет никакой трагедии нет мокрый утеплитель вот здесь вот на краях где касался теплый воздух все это просохнет вот здесь вот только на краях мука и утеплитель где касался воздух теплый все это просохнет нет не проблема но все заделать надо чтобы таких не было вещей сейчас я это буду делать принесла и начну вообще по самом на самом деле там везде есть где это сделать то есть там соприкосновения не будут и здесь бы это дело хотя вот тут все сухо но тем не менее ну с другой смыть только вот этих местах где стык стены перегородка стена стены сейчас сделаю покажу короче ну вот готова пару минут все готово ну вот так вот получилось что я забыла просто забыла я собиралась то сделать но работа и так далее так сейчас положим можно например и убрать то в общем то я думаю ничего страшного не будет высохнет он потом или выкинуть нет засохший замерзший выкину сосульки которые уже стали сосульками эти положу ничего страшного так пойду дальше сейчас все покажу ну а теперь я показываю уже залезла на то что-то начала с половинки вот второй этаж я не была с тех пор как но начали топить я сюда не залазила ну как начала топить и залезла увидела там вот такой же огрех что конденсат тут же заделала думаю потом залезу еще раз и забыла так говорю что у нас тут имеется второй этаж п-образные мансардные пока он еще не утеплен не сделан просто виде у нас чердачного помещения пока вот так вот выглядит сейчас небольшой мороз даже не мороз вовсе хорошая погода ну я так смотрю оцениваю не хочу сказать что хорошо я все утеплила все замечательно все хорошо просто потрясающе утепление из-за спана у нас утеплитель 86 килограмм на метр кубический плотность коэффициент теплопроводности очень низкий сравнимый ну там дальше можно сравниться только если с такими утеплителями как пенопласт там по плотности то есть очень плотный хороший маленький коэффициент теплопроводности по нему в принципе даже можно ходить но я не хожу ну ходила когда мы здесь все делали я вот наступала вполне все уходила там у нас сейчас включены телевизоры во всех комнатах работают ну вот как слышно ну вот дайте помолчу просто слышно что где-то что-то включено то есть слов не разобрать особо и ничего такого не слыхать утеплитель из-за спан еще рассказала 200 миллиметров то есть 20 сантиметров утеплителя лежит высокой плотности с низким коэффициентом теплопроводности залог сказать того что все будет в порядке показываю подробно никакой влажности абсолютно прохладный утеплитель то есть ничего как вы видите никакого конденсата нигде вообще нигде здесь у нас лежат доски думали может быть будем здесь софиты оставляла для проветривания это перфорированные софиты и вот такой большой зазор это обязательно я оставила софитом я не доверяю они могут засориться эти отверстия и так далее вот такой зазор между крышей сантиметра 3 наверное этот зазор сантиметра 3 ой господи старость не радость так поэтому это обеспечит этим треугольником холодным хорошее проветривание а вот этому треугольник еще предстоит делать естественно и проветривание и так далее так как в чем проблемные места проблемные места вот я одно себя заделала перегородку мне идет вот поперек комнаты пойдемте смотреть что там где вот видите все мокрое вот это все надо сейчас мне будет двигать и утеплять вон эти конденсат вот это все надо заделать виновата как говорится сама все остальное все нормально только там где где вот вот вон конденсация пленка хоть она и ветромлагозащита но конденсат на ней будь здоров то есть абсолютно обычный конденсат и вот здесь идет вторая перегородка то есть перегородка 1 но она идет как и вот так вот где-то вот здесь где-то вот здесь но я ее заделывала поэтому тут я если честно ничего не вижу все все нормально где-то она вот здесь теперь уже не определишь где но судя по тому что я капли нигде не вижу ночицы в порядке я ее заделала вот с одной стороны заделала вот здесь страна комнаты смотреть интересно знаете бревно лежит здесь в принципе может ничего потому что утеплитель еще один пять сантиметров сверху хлопнули прям поперек возможно ничего сухо все все сухо ну ладно пусть лежит до весны а значит получается мне только одно место остается этого там сделала здесь везде все сухо вот эту бандуру надо передвигать час потому что она мне мешает ладно я займусь потом покажу ну что давайте покажу что здесь я отодвинула благо все легкое 5 секунд и все нормально эти сколько конденсата на пленке а это ветрозащита этой заспан а по-моему насколько я помню заспана то есть ветра влагозащита пар она пропускает сконденсировался от мороза просто сконденсировался вот и все больно теплый воздух вот поэтому сконденсировался ладно сейчас я вот это все выгребу все заткнул так тут тут нормально не очень не очень влажно все нормально здесь тоже то есть влаги утеплителя нет только вот это место просто заткнуть сейчас начну ух ну что показываю результаты моей работы не знаю сколько здесь возилась сейчас включу опа смотрите подняла вот здесь вот утеплитель там принципе сухо как видите но все равно я сбоку все задела мои инструменты вот они побольше подлиннее отвертка потоньше отвертка и очень хорошо вот в этих местах которые стыки вот но вообще мизерный вот как там да и тут вот я прям старалась все равно заткнуть везде то есть и под этим бревном под этим и вот сюда вот везде 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 старалась чтоб все было естественно и тут тоже вот все заткнуло и вот здесь заткнуло теперь подождем какое-то время это все просохнет недельку потом приду сниму еще раз закрывать не буду пусть будет так принципе она там чисто нам от котов когда ты сюда залазит играются либо мышей ловит у нас три кошки котенок они вообще уличные дачные наши дачные не вот отрабатывает залазить сюда осенью когда мыши поперли видно в дом они здесь на чердаке постоянно тусили видно пока всех не поймали потому что перед домом когда видно не бежали в дом то есть прям перед входными дверями там стояли караулили ловили нам показывали там двоих остальных мы не видели они тут на чердаке бесились может просто бесились но теперь вот не бесятся значит все таки они тут ловили их но следов мышиных нету так как в общем-то это и понятно кошки постоянно на стрёме него посмотрите серая а ты чё тут забыла а я тут рассказываю она вот она наша голубая русская она поймала на двух мышек тогда перед домом кажись покажись посмотрите ну какая красота я думаю это кот она родилась большой самый первый толстый лапку так сосала мило оказалось кошка такая крупная я чё домой не пускают так вот она вот они как делают да и туда вниз так вы залазите да засранцы оп и там вот так вот ну в общем короче молодцы они мышей они в дом не пустили а мы что лазит вон и по стенам они могут везде лазить мышей в дом не пустили может нет мышей в доме нету вообще нету и не было и следов их не было но это было было подивительно с четырьмя котами чё по мыши бы были но она видишь молодец караулит они просто на чердаке сидит так что хотя может ждет пока кто не пойдет чтобы зайти в дом так еще раз но повторюсь что все сухо все отлично абсолютно все сухо все 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 везде сухо даже я думала вот эти вот штуки вот здесь вот заделывать оказывается в общем то пока и не надо хотя вот кое-где надо увидела лучше не увидела вот видите вот тут есть сейчас приду заделаю вот одно я вот такие места все думала заделаю потихонечку буду сидеть заделывать вечерка вечерами ну не торопясь потом забила на все на это ну сейчас пойду то заделал сейчас вот этот заделаю так так что я вполне очень довольна утеплитель сухой дома 24 градуса обогреваемся пионами 84 там квадрата у нас ну грубо говоря на первом этаже и все нормально 140 миллиметров всего лишь вот он и показывал вот такой вот небольшой вот ширина тем не менее в доме тепло и было и минус 12 минус 13 и все равно тепло нормально все хорошо так что ладно буду продолжать сейчас еще в одном месте вот заделаю и буду спускаться все за окном снег минус 3 градуса влажность 54 процента температура 21 с половиной пионы сейчас мы уменьшили потому что день не так тепло ходим двигаемся поэтому такая температура вполне неприемлемо вечером буду делать побольше потому что не нравится когда потеплее то есть вот температура реально около окна 21 с половиной пятьдесят пять процентов минус 3 минус 3 градуса вот он пион выставила его сейчас вот он был на 22 я поставила побольше на 26 потому что что-то как-то мне кажется пусть получше будет ходим постоянно двери открывают входную котов запускают выпускают ну в общем свежий воздух постоянно поступает ну и холоднее становится поэтому я включила побольше чтобы пусть будет 22 до 26 потому что здесь около входа как раз входной двери пусть прогревается ну и он включена таким образом был на 22 сделано 26 стены так что так отодвинула здесь чтобы ничего у меня не было чтобы около стена стены ничего около стена чтобы ничего не стояла я все отодвинула покажу то есть тут стоял диван я его естественно отодвинула потому что все что стена всего 140 миллиметров брус поэтому чтобы доступ воздуха был все все отодвинула